ПЕСНЯ Дорогие братья и сестры, сегодня на второй день преображения Господня из памяти святителя Митрофана Воронежа, неделя 11 по 5 десятниц, благодать Господь в святом Евангелии, притчу сию. Человеку некому царю взаимодавцу приведу же, восхоте стезать, если отсловеси должниками своими, и приведу же к нему единого, который должен был ему, тьму таланта, и повели Господь продать и женой его, и детей, и все имение его самого, и выплатить долг. Так как невозможно было переступить, дорогие братья и сестры, замечайте, правду Божию. Юридическая теория искупления, она есть единственная православная. Невозможно переступить правду Божию. изреченный приговор Божественного правосудия в раю Адаму. Смертью умрища. И вот эта смерть изображается всеродным. Тем, что невозможно человеку оправдаться, хотя он и молит, весь долг возвращу тебе. Но что эти слова? Долг не оплатный. И распространяется его цена не только на человека, но и на всех его доможенных. То есть это долг Адама, Отца нашего. И в Адаме мы все согрешили. И все повинны. И все лишены славы Божьей. Не можем зайти на небо в рай. Не можем с дерзновением отцу небесному молиться Отчиму. Закрыто для нас небо. И ад ответствует. И однако у милосердия Господин и весь долг он и отпусти рабу тому. Вот здесь вот не совершить ошибку важно. Современное массовое сознание, которое распространилось по всем местам, в том числе, к сожалению, и увы, и у нас в душах, закралось она даже в церковь православную. Это слышишь всюду и по всем местам. Что Богу чего стоит простить? Ничего не стоит. Бог всех любит. Только и слышим Бог у всех один. И с этой меркой люди и подходят. Ну простил и простил. вот этот долг. Еще бы мы не простить. Он же Бог. У Бога всего много. Он не обеднеет и не откудеет каких-то тьму талантов простить. Забывая, что цена этих тьму талантов не серебро и не золото, а наша смерть. Чтобы простить нам, Господь принял смерть на себя. Сына Своего Единородного отдал во искупление наше греху. Вот юридическая теория. И это не теория никакая. Это учение Церкви православной, точное, конкретное, определенное, подтвержденное апостолами и всеми святыми. Искупил Неси отгляд твое законное и честное твоей крови. На кресте пригвоздився. И Кобием проработца бессмертия источилась и человеком спасен наш. Слава тебе. Вот почему надо страсти Господней почитать свято, как наши рабавки, прадеды почитали. Современные христиане даже не знают, куда служат страсти Господней. Еще бы. Они приходят себе на Пасху причащаться и во все остальные воскресные дни желают причащаться без предкновенных. Рассуждают так, как этот раб, о котором мы сейчас услышим. А что ему? Он не обеднеет и не оскудеет и не умалится. Говорят они и это наверное слышали, что Бога нельзя оскорбить. Что Бог не оскорбляется грехами людскими. Бог выше всех. И поэтому оскудел страх Божий. Потому что люди рассуждают потребительством по земному. этот раб, которому простил господин и его царь весь долг умилосердившись скрыл какой ценой. От нас это не скрыто. Вот Хрест Господь. Смерть наступившая как исполнение наказания и взятые на себя вины за виноватых невинным. И в осознании этого факта и есть духовная основа веры православной. Догмат искупления. Тогда человек сам меняется. Когда апостол говорит нам помыслит о претерпевшем над собой таком вместо предвижающей ему радости крест, чтобы уразуметь превосходящую за меня любовь и испытание совести святой. Изучение священного писания. А кто плывет так вот по течению в этой мутной воде массовой современной культуры, рассуждая как любая торговка, как любой таджик. Что на торговых на таджик? Так любой депутат государственный государственный в наше время все так рассуждали. Любая телезвезда, любой спортсмен все так рассуждали. Все. Что Бога разве можно чем-то бить? Чем-то его укорить или чем-то его умалить. У Бога всего много. И поэтому двойной скандарт возникает. Господь требует единого скандарта. Не подобавши ли тебе простить должника твоего, как я тебя простил? Но это отвергается. потому что как же можно? Мне рассуждает этот раб мой клеврет должен сто пенец. Для Бога это ничто, а для меня большая сумма. И шейт стал давить клеврета своего требует верни, что мне должен. Верни, говорит, что мне должен. И тот опять стал молиться, но не примем клеврета, другого клеврета. Мольбу и всади его в темницу, чтобы вернуть. почему такое происходит? Вот по этой самой причине. Если кажется, что Богу легко взять и простить человечество, вода, грех и любой смертный грех, легко ли? Ведь Он же Бог. Но это не наш Бог. это Бог фантастический, не существующий в действительности. Наш Бог, дорогие братья и сестры, создал эту Вселенную и установил законы и добро и зло отделил черное от белого. И рождается человек по воле Божьей уже с отделенным добром от зла в душе своей. И так как оно отделено, то любой грех делается абсолютным и непростительным. И только жертвы внесенные абсолютно чистым и бессмертным за нас смертным удовлетворяют правосудие Божьим. И вменяется оно нам через крещение и веру. Мы делаем с Его правоприем этой заслуги, этой победы, этой жертвы. Мы Ею распоряжаемся. Дерзновение имеем. Алва Отче молиться Пуцу Небесного. Но имея это дерзновение мы знаем какой ценой оно нам досталось. Что касается этой цены ее нельзя забывать. Часто слышишь такой штамп в нашем время. Простить это значит забыть. Да. Простить своему ближнему это значит забыть. и Господь нам прощает и не обменяет совершенно не обменяет блажение их же прикрыш беззаконие и ему же не повенувшись агрессией сказанной в Салте. То есть это правда. А вот штампом является я говорил совсем другое на любом современном модернистском сайте вы прочтете что простить это не значит забыть. Очень часто ты читаешь в разных современных книжечках. очень любят это повторять на сайте прав.ми например и на других подобных что простить это не значит забыть. надо помнить но только психологически никак на больную мозоль не наступать короче говоря человека пылинки сдувать но не напоминать ему о его грехе которые ты простил помнить про себя чтобы и он знал и ты бы знал и таким образом устраивать такую психологическую такую дихотомию это глупость это грех это не психологическое понятие а метрофизическое помнишь ты его или не помнишь не имеет значения он есть и он попьет на небо если сын Божий взял на себя расплату за твой грех то да ты с вами а больше никак вот этого мы не можем забыть а все остальное можем забыть и надо забывать все остальное кроме этого но от того что здесь человек смотрите верстается с Богом он неизбежно не просто становится равен Богу в твоем понимании он делается лучше Богу он говорит ну ему-то легко прощать а мне-то каково простить эти сто пензи к моим и вот доходят такие люди до того что себя ставят на первое место что любовь Божия для них это производная любви человечества и мы это видим со всех сторон что поскольку принимают и подчиняются Господу Богу поскольку это соответствует человеческим представлениям и человеческим пожеланиям и человеческим страстям и в этой притче Господь как на ладони показал чего стоит эта человеческая любовь к своей жизни он не против что ему всех бегут он радуется что он прощен на беде как радуются причастники причастились и пошли на купли житей а что нам же дана благодать Божественная Бога не убудет а нам же надо делать нам дела сегодня и завтра вот это об этом самом притче о неблагодарности потому что кому прощены грехи кому прощен грех а там он попался тот как в копном допустим как в копном стоял духовно конечно не будучи в составе смерти сойдет так причащались наши предки так святитель Дмитрий Фан Воронежский причащался в память его сегодня и от того что у него была правильная в душе иерархия правильный порядок что он знал кто он и кто Господь Бог и свои эти ступени не верстал с тьмой талант и мы брать и сестры наши вот эти вот обиды и против нас совершенные какие-то грехи и грешки тьфу на них даже если и уязвляемся обязаны прощать обязаны прощать даже не дожидаясь просьбе о прощении нас по той причине что нам ищут неизмеримо больше безмерно больше духовный закон и тогда солнце не зайдет в душе такого человека не перевернется у него душа не сойдет он с ума от страха и ужаса когда например царь Петр Алексеевич стал грозить святителя опалой и смертой за то что ты меня слушал и пошел в мой дворец когда я тебе приказал прийти в Воронеже когда Петр строил плод не пошел туда Митрофан потому что увидел там языческих идолов стату завезенных Петром как известно кое откуда развернулся но вслед ему пришла царя грозная эпистола чтоб вернулся а он сказал что нога моя не пойдет туда где стоят идолы за ослушание за ослушание царского приказа Петр в гневе своем пригрозил ему казнь тогда святитель Митрофан ради того что у него не было вот этого самого проклятого окаянного равенства земного и небесного человеческого и божественного а что означает это равенство это означает что всегда что человеческое добирает на первое место потому что не может человек раздвоиться но благодаря духовному порядку и страху Божьему повелел ударить большой колокол и петь братья и сестры пора остаться то есть за упокойную всенужную за свою душу если завтра казнить надо значит быть готовым к смерти и вот услышал Петр что звонят хотя праздника нет так как он был имел и он страх Божий имел и он для чести поэтому Митрофан велел молиться за его душу и была и у него христианство отмечения велел вернуть велел убрать и и помирился на этих условиях а не просто помирился как нынче некоторые божки с бандитами мирятся без всяких условий а здесь нет условия было убрать и долг видите что и в духовной жизни всегда есть некоторые условия непреодолимые не просто взял и простил а пришлось Сыну Божию взойти на крест это было непреодолимое условие так как Сам Бог не может переступить Божественное Своё правде Своё Слово и Своё правде поэтому дорогие братья и сестры надо отрешиться от этого болота которое в наших душах где всё смешно и почитать Бога более чем людей более чем человечество более чем себя самим и не верстать и не равнять и от себя зависимость не строить знать себе цены ничтожить тогда будет страх Божий и иссякнет это желание всё перетолковать на свой лад современный или не современный но политически массово что никакого суда никакой награды на том свете а только то что у тебя внутри то и будет о нет но возникает из глубины души верующих боящихся вера без всякой критики пронзающая душу причем слово Бог вот что написано то и будет от этого возникает жажда дел спасения дел веры например прощать отпускать подставлять и многое другое что сказано в Евангелии делать причем тайно праздником вас дорогие братья и сестры преображением Господней ignee я но посет п пост тут просто об лад и все あれ прием